1994 год. Лётчик Карват возвращается на родину с Дальнего Востока. 61-я авиабаза в городе Барановичи стала дальнейшим местом проведения службы. Солидный опыт. Более 1200 часов налёта помогли ему быстро влиться в коллектив в качестве начальника по воздушно-огневой и тактической подготовке авиабазы. Вот так с особой гордостью и глубоким уважением рассказывают сегодня в средней школе номер 8 города Бреста о самом известном её ученике Владимире Карвате. В музее бережно хранятся тетрадки, учебники, дипломы, награды, личные вещи и фотографии первого героя Беларуси. А школа гордо носит его имя. Каждый из учеников с первого класса знает историю его подвига. Наверное, как я пришёл сюда в первый класс, сразу же у нас на 1 сентября мы нас водили в музей. С восьмого класса, наверное, я стал экскурсоводом в музее. Я знаю историю полностью, как это всё происходило. Что он учился в нашей школе. Он был хорошим учеником, примерным, добрым человеком. 23 мая 1996 года подполковник Карват выполнял учебно-тренировочный полёт на самолёте Су-27. На высоте 900 метров началось возгорание и машина стала падать. Нарушив приказ катапультироваться, Владимир Карват решил отвезти самолёт от жилых построек. Это решение спасло десятки, а может и сотни людей. Но стоило ему собственной жизни. До последней секунды он сжимал рычаги управления, зная, что идёт на верную смерть. В память о герое ежегодно в дату его рождения в родной школе проводятся масштабные мероприятия, которые собирают учащихся педагогов и родителей. На этот раз гостями памятного дня стали ребята из нескольких Брестских, Домачевской и даже столичной Минской школы, которая также носит имя Владимира Карвата. Каждый год наша школа стремится к тому, чтобы обновить формат проведения этого мероприятия. В этом году, кроме традиционного поздравления мам наших мальчиков и выражения им слов благодарности за воспитание сновей, мы выпустили вот такой путеводитель по местам увековечивания памяти Владимира Николаевича Карвата. Сегодня этот путеводитель получит по памятным местам города Бреста, этот путеводитель получит каждый участник заседания клуба «Патриот». Это ученики и Минской школы, и школы Домачева, и 27-й школы города Бреста, и 13-й школы города Бреста. Для нас это мероприятие – это единение всей молодежи в рамках увековечивания памяти первого героя. Когда мы получили имя героя суверенной Беларуси, первого героя Владимира Николаевича Карвата, конечно же, мы заключили договор о взаимодействии с той школой, которая получила первое, скажем так, имя Владимира Николаевича Карвата. Ну, а мы уже, можно сказать, были вторыми. Но взаимодействуем в различных направлениях – это и образовательная, и воспитательная работа, ну, а на данный момент и гражданско-патриотическая, и военно-патриотическая работа. В становлении личности героя большую роль сыграла его мама Агриппина Карват. До последних дней она поддерживала тесную связь со школой, передала множество личных вещей и фотографий. И поэтому в эту памятную дату здесь есть добрая традиция – благодарить мам, которые достойно воспитали своих сыновей. Такие мероприятия – одна из частей большой работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Ребята учат историю своей страны, ее героическое прошлое, узнают о ее выдающихся личностях, общаются и стремятся быть лучше. Наша школа, наверное, объединяет вот эту вот стильную любовь к патриотизму, воспитательная работа, огромное количество митингов, мероприятий, посвященных памяти о героях Великой Отечественной войны. Конкретно на территории нашего сельского совета произошло также две крупные трагедии, память о которых мы неоднократно чтим. Хотелось бы также больше узнать о героях вообще всей Беларуси, Брестского района в целом. Это вызывает какую-то гордость из-за своего героя своей школы, в честь кого названа школа, брать с него какой-то пример, быть патриотом своей страны. Я думаю, все мы, все люди, которые учатся в моей школе тоже, которые носят имя героя Владимира Карвата, эта школа несут как минимум ответственность достаточно большую перед его именем. Надеюсь, дальше будем поддерживать связь, общение, это важно. После мероприятия прошло торжественное открытие цифровой звезды у памятника Владимира Карвата. Теперь, благодаря информации, размещенной в современном формате, каждый желающий сможет больше узнать о подвиге первого героя Беларуси, отсканировав QR-код с таблички. Данного рода проекты на самом деле важны для того, чтобы в первую очередь донести нашим подрастающим поколениям историю нашей Беларуси, героев Беларуси, героев, павших во время Великой Отечественной войны, для того, чтобы сохранять память о них и нести будущим поколениям. День рождения героя Беларуси – важная дата для нашей страны, потому что Владимир Николаевич Карват – первый герой Беларуси. И это первое свидетельство нашей независимости. Да, это скорбное свидетельство. Однако, совершив подвиг, пожертвовав жизнью и спася жизни других людей, Владимир Николаевич показал всем беларусам пример мужества, пример подлинности в своей стране и пример готовности защищать свой народ, свою Родину. Школьники возложили цветы к бюсту героя. Для каждого из них этот день стал памятным и знаковым. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.